Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Концерты, награды и парад дружбы народов России. В Сочи государственный праздник отметили с размахом. Пляж в Совет Кваджи ищет арендатора. Почему лето уже началось, а он по-прежнему заброшен, выяснял глава города. На все 100 стали известны имена первых в этом году сочинских стобальников по ЕГЭ. Один из самых главных государственных праздников. День России с размахом отметили по всей стране. На Кубани основные торжества прошли в столице региона. В Краснодаре тысячи человек собрались на городской площади. Несмотря на дождь, расходиться люди не торопились. Кто-то устраивал народные гуляния, кто-то наблюдал за выступлениями творческих коллективов. Всех собравшихся с праздником поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Россия – это мы. Это мы с вами. Это наши дети, внуки, последующие поколения, которые будут после нас. Это тоже наша Россия. Мы. Именно мы. Ее гордость и величие. Россия. Именно нам. Ее делать сильной, крепкой, мощной. Еще раз повторюсь. Именно нам. В том числе вам. Стоящим на этой площади. Кубань была. Есть и будет опорой великой державы. Нашей великой державы под названием Россия. И что бы кто ни говорил, кто бы что ни думал, мы должны брать и делать. Мы должны созидать, строить, развивать. Это ваша страна. Это ваша Кубань. Это ваша земля. И никому ее не отдайте. Сегодня Россия – это крупнейшая мировая держава с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием. Мы гордимся сегодняшними достижениями нашей страны. Только вместе нам под силу реализация любых самых амбициозных проектов. Также по традиции в этот день свои первые паспорта получили юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет. Документы молодые люди получили прямо на сцене лично из рук губернатора. В День России Вениамин Кондратьев вручил выдающимся жителям Кубани государственные награды. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале. Почетные звания и награды за особые успехи в науке, медицине, сельском хозяйстве и культуре получили 24 человека. О лауреатах подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. Рабочий день доктора Пономарева расписан по минутам операции, планерке общения с пациентами. А в перерывах для молодых специалистов он успевает провести лекции. Заведующий отделением гинекологии Краевой клинической больницы номер 2. Владислав Пономарев известен далеко за пределами Кубани. О себе говорит скромно. Хотя с именем врача связано тысячи историй, когда, казалось бы, в совсем безнадежных случаях у девушек появился шанс стать мамами. Огромная часть наших пациентов – это девочки, которые приезжают для сохранения или возвращения репродуктивной функции. Они к нам приезжают и через годик, и через два, и через пять, и с детишками. И, конечно, это одна из самых прекрасных сторон нашей работы. Мало кто знает, но в октябре 2002 Владислав Пономарев вместе со своим коллегой Олегом Магерламовым оказался среди заложников Норд-Оста. Свой врачебный долг они честно выполняли даже под дулами пистолетов. Теперь в рабочем кабинете среди дипломов и научных статей – фотография близкого друга, который погиб во время штурма. В День России Владислав Пономарев в числе лауреатов государственных наград. Он удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Церемония награждения проходит в Екатериненском зале Краснодара, где традиционно чествует лучших из лучших. Государственные премии вручает личный губернатор. Для лауреатов эта награда – признание их заслуг перед обществом и краем. Привычный белый халат Сергея Богданову сегодня пришлось отложить ради строгого делового костюма. Заведующий ожоговым центром в первой краевой клинической больнице стал заслуженным изобретателем России. На его счету такие уникальные операции, как пересадка лица. Сегодня тяжелых пациентов с ожогами лечат лабораторными клетками, которые выращивают в краевой больнице. «Чувство – это довольно специфическое. Когда ты сам что-то придумываешь, делаешь своими руками и получается – это хорошо. Следующим этапом хочется научить уже своих коллег. И когда этот метод развивается в России и в мире по пересадке кожи лица, по другим видам операции, хочется, чтобы пациенты выздоравливали, чтобы врачи знали эти методы». Почетные звания и награды за особые успехи в науке, медицине, сельском хозяйстве и культуре получили более 20 человек. Медали ордена за заслуги перед Отечеством удостоен Александр Дедов, артист кубанского казачьего хора. В коллективе вокалист уже более 20 лет. Его высокий тенор завораживает слушателей по всему миру. «Защищая, угрыть, если мы…» Люди разных профессий, возрастов – от тракториста-машиниста до руководителя предприятия. Биография каждого из них – это яркий пример преданности выбранной профессии, не просто добившихся высоты, а определяющих своими достижениями настоящее и будущее страны. Мениамин Кондратьев поздравил собравшихся с Днем России, обратился к героям торжественной церемонии, отметив, что каждый из них своим трудом вдохновляет других на новые свершения и грандиозные открытия. «Сегодня серьезный, великий, большой праздник. И, наверное, самое главное, что сегодня мы все, и вы в первую очередь, причастны к этому празднику. Мы причастны к современному развитию нашей великой страны, к тем достижениям, которые сегодня есть на Кубани, а в целом есть в нашей великой роде. Важно не просто быть наблюдателем, а принимать активное участие в жизни, не только своей семьи, своего района, своего края, своей страны. И активное участие, а вот что сегодня нужно, для того, чтобы мы на самом деле уверенно, мы это и край, и Кубань, и наша страна уверенно смотрели в завтрашний день. Я хочу вас все благодарить за ваш труд, за вашу причастность, за вашу неугомонность, за вашу активность, за ваше созидание на благо родного края. И во имя нашей великой России. С праздником, во-первых, с Днем нашей России, и всех поздравляю с заслуженными наградами. Спасибо вам за труд. Торжественный прием завершился под бокалы шампанского. После награждения губернатор лично поздравил каждого лауреата. Яна Бузычкина, Денис Перец и Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Но в Сочи тоже с размахом отметили День России. Концерты, гуляния, спортивные мероприятия. И свой особый колорит. К люминации дня стал парад дружбы народов России. Отмечать День России начали еще утром. На площади Южного Мола волонтеры развернули огромный государственный флаг и составили вокруг него фигуру сердца. Главные события традиционно развернулись в центре курорта. В том числе парад дружбы народов России. Сочи – многонациональный город, как и Россия в целом. Поэтому главные участники праздника – сочинцы. Самых разных национальностей на курорте их более ста. Колонна представителей диаспор в национальных костюмах прошла от администрации Центрального района до площади флага. Такой дух единства, дух патриотизма. Причем здесь же оказывается очень-очень много национальностей. У нас идут татары, у нас идут узбеки, киргизы, казахи. Их не очень много, но они тем не менее есть. У них в руках флаг своего государства, российский флаг. Конечно, такой на подъеме все. Несем флаг нашего государства, чтобы это все видели и последовали нашему примеру с гордостью за Родину. Мы все россияне, мы живем в России, мы все родились в России. Наш ансамбль представляет Россию, поэтому, конечно, мы считаем это своим праздником. И веря поздравляю с Днем России! 29 лет назад, 12 июня, была принята декларация о суверенитете. Сегодня День России – один из главных государственных праздников. По прошествии стольких лет смысл праздника не изменился, отметил глава города Сочи. Страна идет с заданным курсом, гордясь славным прошлым и с верой в будущее. Мы – многонациональный город, живем в мире согласия, любви. Это и есть наша Россия. И парад – это подтверждение нашей солидарности. Это действительно очень важный праздник, День России. И мы гордимся своей Родиной, мы любим свою Родину. И, конечно, все делаем для того, чтобы наша Родина процветала. По традиции, многие сочинцы в День России получили награды и благодарности за служение родному городу и стране. Среди них и Владимир Шмаргун. В ТОСе Заречный он является председателем комиссии по взаимодействию с силовыми и правоохранительными структурами. Все, что относится к системе правопорядка, защиты граждан нашего микрорайона, проходит, как говорится, не без моего участия. И мне, конечно, приятно сегодня и то, что я в этот знаменательный день получил благодарность губернатора, спасибо губернатору, спасибо главе города. Поздравляю всех с праздником огромного всем человеческого счастья. От десяток юных сочинцев, отличившихся в учебе, в этот день стали полноценными гражданами России. Им вручили первые паспорта. Молодежи глава города напомнил, что именно от их жизненной позиции, умений и талантов зависит будущее страны и ее завтрашний день. Всего же в День России в Сочи прошло более 50 мероприятий, для которых были задействованы все основные городские площади, а также дома культуры в районах и селах. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Закрыты больше ста свалок и отремонтированы десятки дорог. Те, кто не дает расслабиться чиновникам, рассказали о результатах своей работы. С активистами регионального штаба Общероссийского народного фронта встретился губернатор. Говорили о решении старых проблем и реализации новых проектов. Подробности в материале наших краснодарских коллег. Обычно активисты Общероссийского народного фронта указывают чиновникам на их ошибки. Но в этот раз задним столом обсуждают совместную работу. В штаб регионального отделения пришел губернатор края Вениамин Кондратьев. Сразу заметил, что противостояния быть не может. Все добиваются одинаковой цели – сделать жизнь кубанцев лучше. Тем более, что в рамках национальных проектов, за которыми должен быть максимальный контроль, перед Краснодарским краем стоят масштабные задачи. На федеральном уровне существует алгоритм контроля, в какую зону мы попадаем – зеленую, в красную. Но настолько мы научились уже лавировать документами, что можем даже оказаться все время в зеленой зоне. А в жизни находиться в глубоко красной. И вот здесь вы должны просто быть на чеку. Просто в системном режиме контроля. Реально ли совпадает отчет, который коллеги, в том числе и мои, делают для того, чтобы не быть в красной зоне, с реальной жизнью. Насколько мы в реальной жизни находимся в зеленой зоне. Порой по документам мы едем, а по жизни стоим на красный свет. И вот здесь уже очень совместная, мощная работа по отображению фактической ситуации. В фактической ситуации того, что мы делаем в рамках реализации нацпроектов. Только в этом году на их реализацию направят около 24 миллиардов рублей. Деньги пойдут практически во все сферы жизни. От сохранения экологии до развития медицины и образования. Своей главной целью активисты как раз видят народный контроль за исполнением майского указа президента. Что может, народный фронт уже почувствовали на себе и чиновники, и бизнесмены. За время работы УНФ на Кубани закрыты 160 свалок. Отремонтированы десятки дорог. Например, после того, как общественники обратили свое внимание на проблемы в Ейске, из бюджета на ремонт одной из самых разбитых улиц дополнительно выделили 42 миллиона рублей. Если во всей стране люди говорят, дороги это наша беда, то я в Краснодарском крае хочу сказать, дороги это наша проблема. Все-таки мы сдвинулись с мертвой точки. 651 километр отмечено на карте. Отремонтировано 40%. У нас отремонтировано дорог из общего количества нанесенных на карту убитых дорог. Важно, что члены регионального штаба Общероссийского народного фронта в большей части не политики, а профессионалы своего дела. Евгений Чистяков работает на предприятии заместителем директора по экономике. Параллельно в Кубанском УНФ курирует проект профподготовки молодых кадров. Венимину Кондратьеву предлагает усовершенствовать систему обучения начинающих специалистов. С апреля 2019 года у профстажировок появился новый формат. Заключается в том, чтобы свести учебные заведения и бизнес, и тему дипломных работ, вот сделать по конкретным задачам, по конкретным кейсам. По первым, по пилотным пока еще самым-самым первым показателям заявок Краснодарский край набросал больше остальных регионов. Высшее образование, либо любое образование, даже, допустим, колледжи, не ради образования, не ради диплома. Они должны, пока они учатся, найти себе уже работодателя. Вот что сегодня важно. А значит, они должны засветиться перед работодателем, а не показать, что они талантливые. А самое главное, что и наши учебные заведения тоже должны показать, что они могут быть научной базой, которая может создавать, по большому счету, прорывы для любого предприятия. А для этого должна быть очень плотная связь между вузами, колледжами с работодателями. И тогда мы, на самом деле, не будем бегать и покупать научно-технический прогресс. Мы его сможем сами создавать. Но для этого нужны заказы от промышленности, от промышленного комплекса, от других отраслей экономики. Заказы должны поверить, что наши талантливые студенты могут, на самом деле, найти решение. Порой для производственников неразрешимых задач. Но чтобы от заводов и предприятий шли заказы на полную катушку, как говорится, должна работать сама промышленность. Меры поддержки в Краснодарском крае – одни из самых выгодных в стране. Объем финансирования фонда развития промышленности – почти 1 миллиард рублей. Однако не всегда этими деньгами получается воспользоваться. И здесь контроль Народного фронта тоже в помощь. Промышленность – это серьезный резерв экономики региона. И поступление в бюджет, рабочие места. Если в этом году миллиард сработает, в следующем году я увеличу фонд промышленности. Увеличу. Потому что наша подача была. Страна живет, когда работают заводы. И поэтому мы готовы с мониторингом и с встречами по муниципалитетам, бизнесам, заводами, фабриками или какими-то фермерскими хозяйствами встречаться. И спрашивать, доступны ли для них вот эти инструменты, которые мы сегодня создаем абсолютно. Иначе нет смысла их создавать. Василий Александрович, проработайте совместный механизм, даже взаимодействие, чтобы проблемы, если все эти наши промышленные предприятия не могут воспользоваться фондом промышленности по каким-то либо причинам, то по каким причинам? И устраните эти причины. Общероссийский народный фронт на Кубани не ограничивается только теми, кто входит непосредственно в сам штаб. Ведь народный контроль может осуществлять каждый из нас. Все жалобы и предложения легко отправить через интернет на сайт ОНФ. Александр Иванченко, Денис Перец, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 14 июня в Сочи облачно. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Компания «Соут» приглашает на выставку бьюти-инноваций ювелирных изделий и моды «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров и художников России. С 20 по 23 июня «Жемчужина» вход свободный. На Кубани увеличится количество кредитных организаций, которые будут сопровождать сделки в долевом строительстве. Сейчас к изменениям в отношениях застройщика и покупателя готовы 63 банка. Новая система начнет действовать в стране с 1 июля, но продумать механизм взаимодействия банков, строительных компаний и дольщиков необходимо уже сейчас. Детали обсудили в краевой администрации. 80 миллионов квадратных метров появляется в стране каждый год. Увеличить темпы строительства до 120 миллионов – требование национального проекта «Жилье и городская среда». И выполнить его застройщикам предстоит в новых условиях. С 1 июля деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счете. Это нечто вроде банковской ячейки. Она открывается в том же финучреждении, в котором строительная компания взяла кредит на возведение многоквартирного дома. Как только квадратные метры появятся не на бумаге, а в реальности, и люди получат ключи, их деньги с эскроу-счета банк переведет на погашение кредита застройщика. Если же он не выполнит свои обязательства, средства вернут покупателям. Система станет своего рода фильтром на строительном рынке. Если компания не в состоянии взять кредит, то и строить жилье ей не позволит закон. А это значит, что и обмануть дольщиков не получится. Законодательной новацией также является распространение страховой защиты фонда, страхование вкладов на средства, размещаемые на счетах эскроу. Мы об этом уже говорили, но еще раз напомню, это 10 миллионов рублей. Сегодня в списке кредитных организаций аккредитованных банков 63. И с учетом послабления по кредитному рейтингу, список этих кредитных организаций будет расширен. Система предусматривает полную прозрачность, отмечают Центробанки. Финучреждения смогут следить за ходом стройки и темпами продаж, откуда поступают на счета средства и на что их тратят. Но чтобы не потерять контроль, в каждой кредитной организации должны появляться специальные отделы. Есть опасения у рынка, что банковское сообщение готово. Нет, мы готовы. Мы готовы как по финансам, так и по знаниям, так и по людям. Активно расширяются штаты сотрудников. Исторически, по крайней мере, в сбербанке России существовало подразделение проектного финансирования. У нас есть экспертиза и строительная, и залоговая экспертиза, и кредитная экспертиза. Теоретически, как будет работа системы, понимают и банки, и застройщики. Но на деле последние пока сталкиваются только с проблемами. Трудности в основном возникают с оформлением документов. Во-первых, это сроки. Для того, чтобы открыть скроу-счет и получить кредит, уходит до 45 дней. Причем по закону обращаться единовременно в несколько банков нельзя. А во-вторых, бумажная волокита. У каждого финучреждения свои требования к пакету документов. Чрезмерные перестраховочные требования. То есть мы должны заложить землю, 100% долей застройщика, все свободные площади. Мы должны дать поручительство головной организации, поручительство всех бенефицаров. Возможно, для одного застройщика одного проекта это приемлемо. А если компания большая, то это ставит под угрозу реализацию остальных проектов. Должен быть единый, понятный образец пакета документов и каждого документа, который будет для всех банков единым. Да, может быть, там просто менять заявление или обращение письмо сопровождающего. А так это все одно и то же. И если мы это не унифицируем, мы не двинемся дальше тоже. Мы завязни в бюрократии. Мы должны все-таки здесь выстроить правильную систему взаимодействия и реализации. Устранять возникающие проблемы в новой финансовой системе необходимо оперативно, отметил Андрей Алексеенко. На сегодняшний день в крае возводится 560 проектов. И в основном это крупные жилые комплексы. Важно, чтобы все они без проблем вошли в новую систему долевого строительства. Чтобы не осталось недопонимания между банками и застройщиками, такие встречи в краевой администрации станут еженедельными. Вероника Веретенникова, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. В Сочи нашли пропавшую в лесу пенсионерку. 88-летнюю женщину искали три дня. Спасатели обнаружили ее с признаками сильного переохлаждения в 5 километрах от поселка Вишневка. Женщину передали врачам. А накануне сочинские спасатели эвакуировали туриста с чертовых ворот. 12 июня в Южно-региональный спасотряд поступило сообщение, что на туристической тропе в Тисосамшитовой роще мужчина оступился и подвернул ногу. Идти самостоятельно он не может. Прибыв на место, спасатели на жестких носилках вынесли 25-летнего сочинца к автомобилю скорой помощи и передали врачам. Пляж в Совет Кваджи ищет арендатора. Лето уже началось, а он по-прежнему заброшен. Глава Сочи Анатолий Пахомов накануне оценил готовность пляжей Лазаревского района к курортному сезону. Какие недочеты нашел мэр, расскажем в нашем сюжете. Курортный сезон начался. Пляж между санаторием Смена и пляжем Ромашка в поселке Совет Кваджи по-прежнему дикий. Отдыхающих здесь немного. Оно и понятно. Нет ни зонтиков, ни кафе, ни туалетов. Только мусор и выброшенные штормом коряги. Мэр Сочи Анатолий Пахомов обратил внимание на этот неухоженный пляж на традиционном для начала сезона обходе городских мест отдыха у воды. У этого места еще есть все шансы стать популярным местом отдыха, считает мэр. Но нужна хозяйская рука. Мы сейчас уже предложили нашим предпринимателям из центрального района, которые занимаются арендой пляжных территорий, заняться. И я уверен, что через неделю здесь будет совсем другая картина. Здесь будет настоящий пляж. И уверен в том, что у этого пляжа появятся свои гости. Найдем возможность, чтобы эта замечательная территория Черного моря работала и давала радость нашим гостям. А у пляжа санатория смена хозяин есть, но только выглядит территория так, как будто заброшена. Зонтиков и шезлонгов нет, чего не скажешь о мусоре. Его приходится убирать самим отдыхающим. Что касается непосредственно зонтиков, у нас есть, вот видите, лежаки есть, можете проверить, там все нормально. Сегодня детей мы не купаем. А прилежающие зоны, соответствующим образом, раз такая ситуация, значит, мы возьмем на себя ответственность, будем убирать прилегающую зону. В целом, отметила Анатолий Пахомов, некоторые пляжи Лазаревского района в благоустройстве пока отстают от пляжей в центре города и в Адлере. Портят вид и неухоженные, иногда и замусоренные участки вдоль железной дороги. Это зона ответственности РЖД. Ни места возле моря и незаконным объектом торговли разрешения на открытие вот этой точки никто не выдавал. Вот они, подключены к разливу. Здесь не только торгуют пивом, что для нестанционарных павильонов запрещено, но и пользуются опасным газовым баллоном. Теперь этот киоск будет проверять полиция. Сразу после обхода эту тему Анатолий Пахомов обсуждал и на встрече с арендаторами пляжей и предпринимателями Лазаревского района. Есть и особая вина российских железных дорог, которые без нашего согласования отыграли какие-то территории. Дали возможность субарендаторам на полосе отвода наставить убогих объектов, которые точно не украшают город и не украшают. И, конечно, они небезопасны. Но вы слышали сегодня позицию РЖД, они пообещали, что за эти два дня они все-таки проверят все эти договорные отношения. Все то, что на полосе отвода железной дороги поставлено незаконно, они сами его снесут. Пахомов еще раз напомнил, туристам нужно обеспечить качественный и безопасный отдых. И от каждого из бизнесменов зависит, захотят ли отдыхающие вернуться в Сочи снова. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Арак Таян, телекомпания ФКТ. Шесть сочинских школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. Выпускники в очередной раз порадовали результатами. В этот раз по химии 5 стубальников, история 1 стубальник. Это выпускники гимназии номер 8 Ясмина Набиева, Мария Сафонова, Юлия Сергеева. Гимназии номер 6 Георгий Казаев и лицея номер 23 Екатерина Бабинова. Высший балл по истории получила ученица гимназии номер 76 Арианна Кегиян. Музей спортивной славы Сочи пополнился новыми экспонатами. Их музей передал волонтерский центр «Форвард». Сегодня в музее спортивной славы Сочи празднуют символическую дату. Год назад в России начался чемпионат мира по футболу. В музей пригласили юных футболистов и ветеранов этого вида спорта. И ровно год назад в музее появился отдельный стеллаж, посвященный развитию футбола в Сочи. Многие из этих предметов в музейные фонды передали ветераны сочинского футбола. Они рассказывают о развитии этого вида спорта в советское время. В то время в нашем городе не существовало профессиональных футбольных команд. При каждом крупном предприятии были свои спортивные команды. Одна из экспозиций посвящена истории профессиональной сочинской команды. Команда эта называется «Жемчужина». Сегодня экспозиция пополнилась новыми экспонатами. Их подарил волонтерский центр Сочинского госуниверситета. Мы передадим форму, вот здесь в рюкзаке форму волонтера. Мы передадим вот такую руку, вот с надписью «Чемпионат мира по футболу», которую волонтеры всех звали, направляли на стадион. Подарим музею вот такого забиваку, талисман нашего «Чемпионата мира по футболу». Домашний чемпионат мира по футболу – это уже история. И экспонаты Мундиаля займут достойное место в экспозиции музея спортивной славы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. На мультибрендовым магазинам российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok